Как связаны вселенная и жизнь обычного человека? Тысячелетиями люди пытаются найти смысл жизни, используют религию, эзотерические и прочие духовные практики. И даже в 21 веке наука пугает обывателя сложностью выражений. Но не художника-каллиграфа Николая Гольдмана. Физик по образованию он открыл во Владивостокской галерее Арка собственную экспозицию, где соединил фундаментальные основы астрофизики, небесную механику и простые визуальные образы. А назвал он это все красным смещением. Я хотел этим показать, что те явления в космологии, вообще во вселенной, которая проходит с космическими телами, они свойственны точно так же и обществу. Точно так же мы, общество, как галактики, сталкиваются друг с другом, различные страны, люди, как астероиды, планеты, точно так же мы взаимодействуем. Стоит отметить, название выбрано не просто ради красного словца. Красное смещение – это предсказанное Эйнштейном из-за документированной наблюдениями астронома Эдвина Хаббла эффект. Его суть в том, что более далекие звезды и галактики как бы краснеют, что со стопроцентной гарантией указывает на расширение самого пространства между наблюдателем и объектом. Сама же экспозиция рассказывает не только об этом. Если посмотреть внимательно, посчитать количество этих волн, все эти работы, то есть они сложатся в гравитационное поле солнечной системы, где в центре у нас есть Солнце, источник энергии, где, собственно, зарождается жизнь, и постепенно она дальше расходится, охлаждается, похолоднее там цветами. И вот эти темные буквы, которые здесь есть, это то, что мы не видим. Автор пояснил, что имеется в виду граница непознанного, еще не открытые законы физики, а также небезызвестная темная материя. Ее еще никто не обнаружил непосредственно, но согласно косвенным наблюдениям, она занимает большую часть материальной вселенной. Ну а экспозиция проработает еще несколько недель, поэтому все желающие смогут приобщиться не только к искусству, но что случается в галереях довольно редко, и к фундаментальной науке. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом.